Всем привет! Сегодня у нас 29 июня на дворе. Пойдемте посмотрим экоферму Утяди Вити, что у нас в эко-тепличке растет. По пути хочу показать грушу. Все завязалось очень хорошо. Второй год нам дает урожай, но очень много морозом побил. В этом году будет мало груш. Вот наша тепличка. Два дня я не собирал урожай. Посмотрите, что творится. Огуречный коллапс. Очень много огурчиков. Вот это другой сорт. Меленькие, они крупнее не растут. Тут вот у нас партнеровские огурчики. Гоша и Шоша. Все. Огуречная стена. Стена из огурцов. Китайские огурцы. Я их не могу достать. Вот я на цыпочках стою, как буду собирать. Ну, лестницу возьму. У меня табуретка есть. Вот. Это все за два дня. Сейчас получается, если сегодня соберу весь урожай, то через два дня должно быть то же самое. Вот у нас помидорки. Но они еще тоже надо сейчас пропасынковать. Пасынки все обрезать. Первую волну пасынков мы обрезали, вторую немножко упустили. Надо тоже все подрезать. Это более ранние помидорки. Эти мы попозже сажали. Они у нас завязались все, но пока еще не краснеет. И вот такое чудо. Целая грядка персика. Болгарский перец. И он у нас уже на корню. Уже начал буреть, краснеть. Очень хорошо. Видно вот это вот перчик. Посмотрите, какой сорт уникальный, интересный. Они растут перчики вверх, как солдатики. Все растут вверх. Тут кто у нас в прошлое видео смотрел мои. Акваферма у нас. Сомики. Вот такие вот плавают. Африканский кларевый сом. Вода темная. Это от корма. Потому что в корме костная мука присутствует. Покормим. Вот это да. Это автоматическая кормушка, но ее можно в ручном режиме еще вот так потрякивает. Они плескают, плещутся. Во, вообще огонь. Так, что я еще хотел показать. Вот, несмотря на то, что она такая не очень прямая большая тепличка, но все в ней есть. 75 квадратов. Тут высота метр. Высота 3,5 метра с этой стороны и пошел. Как бы все хватает, все есть. И вот они у нас синенькие их называют. Баклажанчики. Еще раз повторюсь, 29 июня. Эко-теплица у дяди Вити. Все полностью, как бы, своими руками, своими мыслями, своими идеями сделано. Вот эксперимент. Тоже хочу показать, что все растет в мешках. Помидоры, перец. Все растет в мешках. Напоследок, вот таких две грядки подвесных. Первая грядка клубничка и петунии вперемешку вот с этими цветами. Я забыл, как они называются. То есть петуния, другой цветочек. Петуния, петуния, потом красный цветочек. Сейчас пойдем. Я хочу вблизи вам показать клубничный рай или клубничная сказка у дяди Вити. Сорт супер. Это мурана. Будет у нас он, я планирую, что целый год. Сейчас вот на 29 июня уже снимаем четвертый урожай. Смотрите, мы сейчас снимаем ягоду и в то же время идут новые цветочки. И так бесконечно цветет и ягодка. Вот так же ягодка и вот новые соцветия пошли. Аромат просто обалденный. Сам не снимаю, все жду, когда приедут дети. Дети пусть снимают. Вот такой цветочек красивый. Тут, наверное, надо просто накладывать музыку на мое видео. Мне меньше болтать и показывать просто вот эту красоту. Не очень удобно, но постараюсь все заснять. Вот очень красивый цветочек. Если можно, кто название вспомнит, знает у этого цветка, напишите в комментариях. Вот петунья. Вот такой вот обзорчик. Всего по чуть-чуть и всего много. Все, всем пока. Огуречная наша петунья. Вот такая вот. Все, всем пока. Ставьте лайки.